Иоанн У Иоанна Крестителя была миссия, состоявшая из трех этапов. Не просто три поручения, которые дал ему Господь, но его миссия состояла из трех последовательных этапов. Сначала первый, потом второй, потом третий. И на первом месте Бог говорит, что нужно вернуть сердца отцов их детям. На втором месте следующий шаг – это вернуть, возвратить непокорным людям образ мышления праведников. И только после этого пророк должен представить Богу народ подготовленный. То есть смотрите, что значит быть готовым к встрече с Богом. Это прежде всего отцы возвращают свое сердце детям. Непокорные начинают думать как праведники. И когда это происходит, вот тогда народ готов для того, чтобы встретиться с Богом. Давайте посмотрим на первый шаг, который необходимо сделать. Сегодня отцы заняты чем угодно, кроме воспитания собственных детей. Сегодня отцы заняты карьерой, бизнесом, зарабатывают деньги, летают в космос, открывают неведомые дали, ныряют в самую глубину, лезут на гору. И занимаются абсолютно всем, кроме собственных детей. Современный отец, по большому счету, это лентяй, который не задумывается о том, что для воспитания ребенка необходимо прилагать невероятные усилия. Для этого нужно полностью сконцентрироваться на этом ребенке. Для этого необходимо посвятить ему всю свою жизнь. Или, как говорит Писание, исходя из того, что я вам прочитал, отдать ребенку сердце. Более того, в этом отрывке я вижу, что наше сердце, как отцов, должно принадлежать нашим детям. То есть вся наша жизнь, все, что мы делаем, должно быть направлено на наших детей. Каждый поступок, каждый шаг, каждая молитва. Все. И на сегодняшний день мы видим совершенно другую картину. И мне кажется, что одно из важнейших служений церкви сегодня, это вот это служение Иоанна Предтечи, направленное на то, чтобы отцы осознали, поняли, пришли в себя, если хотите, и вернули свое сердце своим детям. И когда это произойдет, тогда непокорность детей, она может быть разрешена. Редактор субтитров А.Семкин